здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос можно ли писать записку человека на котором я не знаю крещённый он или нет и простой вопрос мне кажется каждый священник будет давать свой ответ на этот вопрос но в целом мы делимся на две части на тех кто домысливает к худшему и тех кто домысливает к лучшему по давайте домыслим что крещён и будем писать записки в любом непонятном случае кто-то скажет да нет слушать а друг не крещён святотатство какое-то получается что мы туда все будем писать поэтому давайте может быть придем к следующему общему знаменателю который примирит всех и вся если скорее не крещён чем крещён то на литургию не подавайте записки но есть молебны на молебен можно подать человек домысливая его крещению сторону лучшего уж точно в этом не будет никакого греха на молебнах можно в принципе поминать всех и вся если не по именам то даже какими-то общими словами благодетелей благоукрасителей плоды носящих всей храм воинов правителей не все же не православные не все не крещены если человек там живет мусульманском государстве да и они иногда даже помогают нуждающимся христианам что касается молитвы покоения опять же если человек рожден в дореволюционный период скорее всего он крещён и на ней записки за него можно подать и на литургию если в такое хорошее уже глубокое советское время когда вряд ли он был крещён то подавайте записки на панихиду это уже не евхаристическое поминовение уже священник не мывает кровью христовой частички тех за чьи имена он вынимал на прескомедии вот эта молитва всех за вся мы же молимся тоже из-за воинов погибших на поле брони есть даже в раз год читаемая молитва на панихиде оба погибших в дорожно-транспортных происшествиях времена репрессий советских во многих тематических панихидах мы поминаем всех не говоря только крещённых погибших в дтп нет поэтому я думаю что можно было подавать на литии на панихиды и так чтобы уже совсем наверняка со мной согласятся даже те священники которые не согласятся с тем что можно подавать записки некрещенных на молебные панихиды это просто стоите во время этих богослужений и поминайте всех и вся кого вы любите кто вам дорог крещённых и не крещённых пусть вас будет помянник и с него читайте эти записочки или с телефона создайте файл с именами всех ваших родных и батюшка читает молится и ты читай своих родных вечер но эта молитва будет слышно господом бога не меньше чем молитва священника тем более вы знаете кому молить священник нет вашего в этом смысле даже теплее чище и дороже вот так внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео